Это видео не про саунд дизайн, потому что, как и с цветокором, саунд дизайном, я считаю, должен заниматься отдельный человек. И саунд дизайн это не то, чтобы накидать каких-то вжуковых переходов на склейки и получить турецкий переход. И саунд дизайн это когда ты берешь какой-то звук, работаешь с ним и изменяешь его до неузнаваемости, делаешь его другим. Вот это называется саунд дизайн. Но так же, как с цветом, мы, монтажеры, должны знать базовые вещи, как взбодрить наше видео. А именно базовый цветокор, базовую обработку звука, базовую обработку голоса. Итак, рассказываю, к чему применить тот или иной звук. Я выделяю 5 звуковых эффектов. Это вуш, свуш, хит, импакт и рейзер. Существует гораздо больше направлений классификации звуковых эффектов, но я выделю конкретно 5 и поговорю сегодня о них в этом видео. А про другие звуки, такие как эмбиент, фори и прочее, можно поговорить в другом видео. Если тебе будет интересно, мои книги в комментариях. Ты знаешь, что делать. На пятом месте в моем хит-параде это звук свуш. Его можно объединить с звуком на четвертом месте. Это звук вуш, потому что я так и не понял, чем они отличаются. Название разное, а звук практически идентичен. Вообще, слово свуш это символ производителя спортивных шмоток и обули фирмы Nike. И это свуш является самой узнаваемой, на секундочку, эмблемой в мире. Лого свуш было создано в 1971 году студенткой-дизайнером. По требованиям заказчика, логотип должен был отражать динамичность и хорошее визуальное восприятие на обуви и одежде. Так вот, слово свуш передает образно звучание ветра, или как будто кто-то пронесся на большой скорости, как Стэш Гордон. Отсюда и такое название свуш. Свуш, свуш, свуш. Короче, когда в компании теперь повесит неловкая пауза, можешь корешам рассказать про эмблему Nike, откуда она появилась, и как ты ловко используешь ее в своих видео. Вот примеры наиболее годных свушей. Все я их бережно сложил для тебя в своем паке и аккуратно поместил под ссылкой в описании. Бери, скачивай, пользуйся. На четвертом месте аналогичный звук вуш. Не свуш, а вуш. Если честно, для меня остается загадкой, почему слово разное, а звук один и тот же. Если ты вдруг разгадал это, обязательно маякни в комментариях. Или если ты знаешь, чем отличаются эти два звука, обязательно скажи и расскажи нам об этом. Нам всем очень интересно знать. Я надыл в интернете, что слово вуш в англоязычном мире обозначает то, когда, например, какой-то человек неправильно понял шутку или не понял ее совсем, и повисла какая-то неловкая пауза. Это обозначает у англичан вуш. Дословно же вуш переводится как пронеси со свистом. Свист. Свист рассекаемого воздуха. Свуши и вуши отлично подходят в саунд-дизайне, как элементы в переходах, в каких-то движениях графики. Чтобы продать текстуру или акцент в разных элементах твоего видео, используй свуш. Или вуш. Далее, один из моих любимых звуков это хит. Хит это такой звук, он похож на взрыв или что-то типа хлопка. Обычно у него есть небольшой хвост, который продолжается в виде эха. Хитом очень хорошо закончить какой-то нагнетающий звук. Об этом нагнетающем звуке поговорим позже. Или же подзвучить какой-то удар или хлопок, соприкосновение, к которому ты хочешь добавить звуковой насыщенности. Следующий импакт. Это еще один очень кинематографичный звук, и он схож с предыдущим, с хитом. То, что его отличает, так это то, что импакт более насыщен металлическими оттенками звука. Импакт напоминает скрежет металла или звук удара металла от металл. Например, звук молотка или звук кувалды. Или звук каких-то механизмов, текстурных звуков, которые очень часто используются в каких-то машинных механизмах. В общем, все, что связано с железом, используется звуком импакт. Но импакт он по своей насыщенности, как мне кажется, он более такой высокотональный получается, нежели хит. Хит он более такой низкий, такой гулкий, такой... А импакт он более такой... Вот, вот это и есть импакт. Его я тоже очень часто использую и рекомендую использовать тебе. Первое место в моем чарте любимых звуков занимает звук жути и нагнетания и тревоги. Это звук, который называется райзер. Это мой любимый звук, потому что он придает очень сильное эмоциональное состояние, можно передать этим звукам. От этого звука может зависеть реально настроение твоего видео. Я недавно делал тревожное видео про лавины, про то, как парень пал в лавину, его засыпало снегом. Там у меня практически везде перед каким-то началом какого-то повествования или перед концом какого-то повествования я использовал райзер практически всегда. Даже в некоторых местах, когда ничего не происходит, ну идет просто, да, повествование рассказчика, я использую фоном именно райзер. При падании в лавину человек может умереть. Бывает, когда райзер закончится каким-то таким звуком, когда очень хорошо вставить несколько секунд тишины. Райзер может оказаться чрезвычайно полезным, если ты передаешь в своем видео состояние тревоги, напряженности, какого-то волнения, переживания. Все это можно сделать вот этим звуковым эффектом. Его можно использовать в переходах между сценами или просто звуковой дорожкой. Райзер это очень серьезный инструмент, пользуйся им. Вообще, выделять названия звуков по местам от 1 до 5, это как бы не совсем правильно, потому что каждый из этих звуков может быть использован по-разному. И каждый из этих звуков по-своему важен. Благодаря звукам ты наполняешь свое видео эмоциями, и твое видео становится живыми. Поэтому ни в коем случае не пренеберегаясь звуками. Если ты, например, забыл записать звук на съемочной площадке, или просто у тебя не было шанса записать, обязательно на постпродакшене подзвучивай то или иное действие. Звуки создают атмосферу, наполняют твое видео чувствами и делают твое видео живым. Я думаю, что на этом короткий вводный обзор по звукам можно закончить. Я прикрепляю все звуки, которые я перечислил в паке. Все звуки Royalty Free, поэтому можешь ими пользоваться. Что такое Royalty Free, я уже рассказывал в другом видео. Оно будет вот здесь в ссылке в описании, можешь посмотреть после того, как досмотришь это видео. А на сегодня все. Больше монтируй, смотри правильное кино. А самое главное, слушай. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok